Боец Кировоградского спецназа находился в плену боевиков самопровозглашённой ЛНР. Туда попал в результате боя под Дебальцево. Солдата отдали волонтёрам Красного Креста и Харьковской правозащитной группы. Парень был серьёзно ранен. Во время плена врачи боролись за его жизнь. На днях военного привезли в Харьковский госпиталь. Забрали раненого, боец 1-го батальона, Белин Василий, 23 года. Ему ампутировали кисть руки. Стоял вопрос о спасении зрения. У него ранение в голову ещё, поэтому они не могли ему больше ничем помочь. Абсолютно человечно, абсолютно адекватно поступили, боролись за его жизнь. Так как должен бороться врач за жизнь каждого человека. И то, что его вообще просто передали, не оставили на выживание какое-то, это большого внимания стоит. Данные о пленных украинских военных постоянно меняются и не совпадают по информации из разных официальных источников. У боевиков до сих пор находятся солдаты, сдавшиеся в Иловайском котле. Дополнили списки пленных и военные, служившие под Дебальцево. По данным Генштаба, 110 человек. По первому обмену, который состоялся в эти выходные, украинской стороне передали 139 военнослужащих. 133 из них направлены в Харьковскую область. Взамен так называемой ЛНР и ДНР выдали 52 боевиков. Все военнослужащие размещены, все военнослужащим оказана помощь. Они накормлены, они обогреты. Психологическое их состояние оцениваем как нормальное. Шесть освобожденных украинских военных направили в Артемовскую больницу. Артемовск, ну как я вижу, это небольшой город. Это раз, да, это обычная гражданская больница, это не госпиталь военный, это больница. То есть при том население, и они там работают еще с советским оборудованием. Ну, поэтому о чем говорить. Харьковские волонтеры помогают больнице. На днях к врачам уехала очередная партия дорогостоящего оборудования. Ее профинансировали неравнодушные. Не хватает теперь профильной аппаратуры или карт. Это крайне необходимо, это потребность огромная, потому что ребята, которые были в Дебальцево, ребята, которые стоят в Попасной, в ближайших районах, получают тяжелые ранения. И районная больница Артемовска первая принимает сейчас практически всех раненых с передовой в Донецком направлении. Передача пленных украинских военных состоялась в рамках выполнения минских договоренностей. По соглашению в ближайшие 19 дней обмен должен продолжиться. Анна Сердюк, Борис Буцевич, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...